добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами сварим соленую карамель но карамель немножко необычного цвета как вы знаете карамель она такая темно-интарного цвета у меня получилось смотрите два разных цвета почему два разных цвета потому что это зависит от того как вы долго варите сам сироп карамель такого цвета у меня получилось случайно получилось так что когда я варила сироп для карамеля у меня сироп не получился такого интарного прозрачного цвета а получилось так что сахар просто закристаллизовался и не растерялся добавила масло соль и сливки горячие все как положено и начала просто уваривать все это и получился вот такой классный и очень вкусный крем получилось так что моя ошибка пошла мне только на руку в этой карамели очень вкусный вкус у нее вкус не вареной сгущенки с легким оттенком карамели и при всем при этом она получается тоже очень густая просто если вы хотите пожиже карамель вы варите меньше ее когда вы добавляете сливки просто варите поменьше минут могут 8 до если вы хотите более густую карамель значит варится подольше я варила например 15 минут вот которые потемнее я ее варила 20 минут которые посветлее я варила 15 минут так карамель которая потемнее сам сироп для карамели я тоже варила подольше он был у меня немножечко такого светлоинтарного цвета а так карамель которая посветлее сироп я варила поменьше он у меня был такого вообще светлого цвета и получилось карамель двух разных цветов я буду делать скоро торт муссовый и коржи там у меня будет темный и как раз светлая карамель очень хорошо подойдет для этого тортика она будет там хорошо выделяться в общем цвет карамели зависит от того до какого цвета вы варите сам сироп для карамели но а густота карамели зависит от того как долго вы увариваете саму карамель после того как добавляете сливки первым и во втором случае при варке сиропа сахар у меня закристаллизовался и там и там и добавляла сразу сливки масло соль и продолжала варить дальше и вот получилось вот такая вот карамель посмотрите какая по густоте получается карамель после того как она постоит в холодильнике она получается очень густая видите какая она когда мы наливали в банке на жидкая было а после холодильника она вот такая вот густая становится и очень-очень вкусная поэтому вы можете цвет карамели регулировать какой вы хотите при варке сиропа вы регулируете цвет карамели а при уваривании самой карамели после добавления сливок саму густоту карамели регулируете у меня на канале есть еще один рецепт карамели с добавлением меда вот так кстати когда я варила карамель у меня ничего не кристаллизовалась ссылочку на этот рецепт я вам оставлю под видео а также на экране вы увидите в правом верхнем углу для соленой карамели мне понадобится 100 грамм сливочного масла 2 чайные ложки морской соли 100 миллилитров воды 500 грамм сахара 500 миллилитров горячих сливок берем кастрюлю с толстым дном ставим ее на огонь вливаем воду и высыпаем весь сахар и начинаем варить сироп сироп наш закипел варим его на сильном огне до янтарного цвета я один сварила светлый янтарный делала сироп другой раз темный янтарный но сильно его переваривать не надо чтобы не был слишком темный цвет и не было вкуса жженого сахара после того как сироп у вас достиг нужного цвета или как моем случае у меня сахар закристаллизовался мы добавляем сливочное масло соль и жирные горячие сливки которые предварительно разогрела в микроволновке сожалению забыла включить камеру при добавлении всех этих ингредиентов но у меня получилась вот такая вот масса она еще такая жидкая я буду ее уваривать минут 15 примерно и тогда получится нужная мне густота самой карамели просто развалила 20 минут этот раз я попробую 15 и посмотрим какая по густоте получится карамель вот посмотрите карамель уже уварилась если раньше жидкость доходила до заклепок теперь там пить на какое расстояние от заклепок уже получилась наша жидкость вот на этом этапе я буду разливать сейчас карамель по банкам в банках я ее остужу а потом поставлю в холодильник добавляем постерпенно в банке чтобы наши банки не лопнули потому что карамель очень горячая а вот как мы видим из этого количества ингредиентов у меня получается литр карамели вот такого цвета у нас получилась карамель я даже не знаю можно ли это называть карамелью потому что само слово карамель подразумевает под собой определенный цвет но все таки мы назовем это карамель светлого цвета сейчас это карамель надо остудить прямо в банке накрыть ее пленочкой в контакте с поверхностью или как я я накрою бумажными полотенцами и сверху положу крышечку сделать это для того чтобы не появлялась пленочка на поверхности и не собирался конденсат в начале видео я уже вам показывал какая получается карамель по густоте после холодильника покажу вам еще и в конце видео вот такая вот получилась у нас густая и очень вкусная карамель которая подходит для тортов для пирожен для блинчиков для мороженого можете использовать куда хотите можете добавлять любые десерты посмотрите видите я переворачиваю банку а карамель совершенно не стекает она очень очень устойчивая ну вот дорогие друзья наша светлая карамель готова скоро я буду сделать муссовый тортик с использованием этой карамели так что не пропустите ну а на этом я заканчиваю если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а мы как всегда с вами видимся в следующем видео до свидания субтитры делал DimaTorzok и